Ты всесильный, папа, Чеха. Ты всемогущий, Господь. Ты целитель, Господь. Ты сейчас это прямо соглашаешь, но ты целитель. Мы это принимаем, веры, Господь. Господь, открой нам понимание целителя. Открой нам понимание всемогущих, папа. О, Господь, мы жажда, мы жажда осознавать тебя, чувствовать тебя, Господь. Открывайся нам больше, Господь Мы отвлекаемся от всего, что нам мешает, Господь От наших старых убеждений Мы хотим нового Мы сидим в новый период В новый поток В новое время И ты будешь совершенно по-другому нам открываться Совершенно по-другому, Господь Действовать в нашей жизни, Господь И спасибо, Господь, что ты нас возрождаешь, Господь Что ты нас оживляешь, Господь Что мы возрастаем в Тебе И что мы влюбляемся в Тебя Больше и больше Спасибо Тебе Ты великий, Папа Ты всемогущий, Господь Так приятно славить Тебя Так приятно быть с Тобой, Господь Это настолько сладкое время Настолько прекрасно это проводит, Господь Это бесценное время, Господь Открывайся нам больше, открывайся, Господь Мы хотим иметь с Тобой личные отношения Личный, Господь Ты был наш Нам открывайся, открывайся, Господь Бог, ты превыше всего, что дышит Наш Бог целитель, все его силен Наш Бог, наш Бог вселикий, Он всемогущий Бог, ты превыше всего, что дышит Наш Бог целитель, чудный спаситель Наш Бог, наш Бог И если Бог за нас, никто не победит, Кто может победить нас, когда Господь живет в нас. И если Бог за нас, никто не победит, Никто не победит, кто может победить нас, Когда Господь живет в нас. И если Бог за нас, никто не победит, Никто не победит, никто не победит, Никто не победит. И если Бог за нас, то все равно кто против. А еще говорят так, что если Бог за нас, то кто же за них? Так что да, так что, да, и все равно кто против. Мы еще пели там эти старые песни, переделывали. На медведя выйду я, на медведя выйду я, Даже без испуга, если с Богом буду я, Если с Богом буду я, а медведь без Бога. Не, ну да, там в Библии даже рассказывается, Как там на одного простого еврея напал там лев, допустим, А Дух Божий сошел на этого еврея, И он пасть порвал этому льву. Я не знаю, о чем последняя мысль была этого льва, Но, наверное, он понял, что это не его день. И он зря напал на этого еврея. Да, как бы, он думал, легкая добыча. И действительно, Господь за нас, и тогда все равно кто против нас. Потому что по-любому, да, победа за нами, Как говорится, наше дело правое. Да, слава Богу. Пусть Господь благословит нас и в этом дне. Да, сейчас время таких пасхальных торжеств, У кого-то еще предпасхальных. Ну, самое главное, что наша Пасха, сам Христос. Да, вчера как раз было 14 Несана. Это пасхальное как раз было время. Ну, по библейскому календарю. По церковному она позже всегда совершается, Пасха. Ну, так уже случилось. Так уже заведено уже. Из-за антисемитизма. Да, можно. Или так оставьте. Да, это хорошо. И из-за антисемитизма, из-за всяких проблем религиозно-политических, Пасха празднуется позже, чем это сам Бог определил. А вообще Бог определил в полнолуние вот этого месяца. Этот месяц называется... Как в библии называется он этот месяц? Ниссан. Ниссан. Да, Ниссан или Авиф. Ну, или просто третий вариант. Просто называется первый месяц. Если в библии мы читаем первый месяц, то мы должны понимать, что вот именно вот этого весеннего месяца. А почему? Потому что еще в 19 главе книги Исход Бог накануне выхода из рабства, он сказал, что месяц сей, именно сей месяц, месяц Исхода, да будет у вас начало месяцев года. Начало матчета времени получается. И вот с того времени, с той поры, и отчитываем и месяцы, и годы. Вот. Какой год наступил, кто помнит вчера? Я говорил несколько раз об этом. 3.335 год. Да, да, да. Если считать от начала исхода, начала выхода. Да. 3.3.3.5. 3.335 год. От начала нашего исхода, выхода из рабства египетского. То есть, согласно Библии, есть вот два отсчета времени, да, как бы принятых, да, в народе еврейском, допустим. Да, вот, во-первых, от Адама, от нашего пра-пра-пра-пра-пра с вами, прародителя нашего, да, от создания мира, еще мы так говорим еще, от создания мира, или от Адама, от сотворения человека, там по-разному пишут. Согласно Библии, сейчас на дворе какой год? 5.783. Да, 5.783 год, с половиной уже получается. Да, значит, если от Адама, да, в общем-то, подсчеты довольно, как бы так вот, и несложные, и сложные одновременно, но по родословиям, указанным там и дням жизни Адама, и потом потомство его, вот, если подсчитывать, то вот сейчас мы с вами живем, оказывается, в конце шестого тысячелетия, как бы, да, вот так получилось, что вот Бог нас поместил, жить вот в эту эпоху, в это время, в конце шестого тысячелетия уже. И, ну, от Моисея, вот в эти самые дни, да, ровно три тысячи триста тридцать пять лет назад совершалось это чудо, исхода. Ну, вот, прошлая ночь была ночью исхода, собственно, выхода. Чем эта ночь отличалась от всех остальных ночей года? Да, рабами мы были в Египте, а Бог вывел нас, мышцы все простертые, судами великими, да, он совершил суды страшные над Египтом, он поразил первенцев Египта, да, он море сделал пешеходным, как по суше прошли. То есть, ну, это не сразу, конечно, произошло, но когда дошли до моря Красного уже, Чернова по-славянски, по-русски Красного моря. И вот удивительное чудо, вспоминаемое во время исхода, сегодня 15 число уже, месяц Ниссан, хотя уже потемнело, значит, уже начало уже 16 числа, потому что в гражданском календаре сутки отчитываются с полуночи до полуночи, так принято, да, вот, отчитывать, мы говорим, новые сутки начались, отчет новых суток. А в библейском календаре иначе, в библейском, вот, согласно Библии, с вечера и до вечера. Вот, там, как сказано, и был вечер, там, утро, день, там, такой же, допустим. Вот, с вечера, вот, темнеет, начинает уже, темнеет уже все, как говорится, до первой звезды, все, и уже мы говорим, да, уже начало нового дня, собственно. Вот, это традиция библейская, традиция еврейская, кстати, православная традиция тоже, это взято на вооружение, вот, даже по уставу, по типикону, церковному. Принято, что, вот, допустим, в любой храм зайдете, допустим, хоть сюда вот, здесь, в Тульском, где угодно, хоть в Майкопе, неважно, хоть на краю там вообще земли. Вот, допустим, в пятницу вечером всегда уже поются субботние богослужения, пения субботние. В субботу вечером уже воскресные песнопения поются. Вот, как бы, для многих это, кто начинает там ходить в храмы, это, как бы, немного странным кажется, но потом люди привыкают, как бы, да, что вечером уже начало нового дня. И, как бы, даже по уставу там должен звонарь, как бы, если видят, что все уже темнеть начинает, он должен, прежде захождения солнечного, уже бить в колокола, оповещать народ о том, что начинается новый день, новые сутки отчитываются. Ну, это интересная традиция такая очень. Вот, в гражданском календаре, допустим, недельный цикл, ну, суточный цикл вот так вот, с полуночи до полуночи, да, а недельный цикл у нас по гражданскому календарю какой? Вот, с понедельника и до воскресенья, да. А в библейском календаре воскресенье первым днем недели является и до субботы вот отсчет недельного цикла такого. В православной традиции, кстати, тоже. Многие священники даже не, особенно, не вникают, почему у нас такая традиция, но это библейская традиция, да. Вот. Есть суточный, есть недельный, есть годичный цикл богослужений. Очень интересно тоже, да, но это, как бы, сейчас не об этом. И вот, исход, Пасха, Пасха, вот, так что, сестры, рекомендую, кто не посмотрел еще, посмотрите, мюзикл, исход называется, Алексей Резяева, мюзикл, исход, потрясающий. Вот, там именно творческий, в общем, подход такой творческий, и как раз показано, что исход из рабства египетского, с одной стороны, с другой стороны, исход сегодняшний, нашего времени. Из царства тьмы в царство света. Потому что исход-то, он, как бы, продолжается, только в те времена он через Моисея совершался, а сейчас, вот, на протяжении двух тысячелетий уже, через Иисуса Христа, исход совершается из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего, Иисуса Христа, в царство света. Вот, такое чудо происходит, слава Богу. Так что, есть много еще других разных тоже, и мюзиклов об этом, и фильм, фильм, избранный сериал, современный сериал, вот, сейчас уже третий сезон уже, уже есть. Да, посмотрите, вот, не пожалеете вообще, вот, из экранизаций, вот, об Иисусе, там, о Новом Завете, ну, это, не знаю, ну, самый лучший вариант из того, что я слышал, видел, как бы, я думаю. Вот, ну, первый сезон, там, и второй уже в хорошей озвучке есть, на русском языке можно посмотреть, классно. А ну, а третий чуть попозже, посмотрим, когда появится, хороший, вот, да, так что, избранные, ну, вот, мы сами тоже избранные, да, Господь, да, призывает, избирает, вот, и для какого-то служения, да. Вот, вот, те иудеи, допустим, те евреи, что были в Египте в рабстве, как бы, основной посыл, какой был для них, что, вот, служение Господу, вот, нужно нам уйти там, давай, мы уйдем, фараон, на три дня пути, вот, а потом нас не догонят, как бы, да, уже, мы будем в служении Господу уже, все уже, да. Ну, как бы, фараон-то понял, что к чему, как бы, о, хитрые думают евреи, погонюсь я за ними, короче, догоню их там, и дам жару им, как бы, но не тут-то было, да, когда с Господом мы, то где сядешь, там и слезешь. Нас не догонят. Да, нас не догонят, да. И, значит, ну, казалось бы, все, уже фараон думал, сейчас, вот, сейчас мы их прижмем прямо вот к морю, ну, куда им бежать, моста-то нету никакого, вот, а Господь прямо вот сделал среди моря, прям, дорогу, пожалуйста, прошли, как по суше, по дну морскому. Рыбки мешали. Да, 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 это как, а, я даже видел такой рисунок, значит, интересно, такой, Нью-Йорк Таймс там публиковал, такие юмористические такие эти, подписался на них там, у них свои там, колонка есть такая, юморесок, и вот пасхальные юморески там, значит, там всякие зарисовочки. Короче, рыба-работник, значит, рассказывает рыбе-начальнику, босс, вы не поверите, он спрашивает, почему-то опоздал, босс, вы не поверите, там дальше раз такой рассказ, такой, как бы, вот, как бы, море раступилось, и он, как бы, на одной стороне, а работа на другой стороне, как бы, поэтому опоздал на работу, как бы, босс, вы не поверите, а там евреи идут уже, такие, довольные, через море. Так что да, есть вещи, которые невозможно поверить, но как бы что есть, то есть Но войско фараона, мы знаем, оно пошло на корм рыбам Да, войско фараона все погибло Первая армия в мире в то время вообще, представляете? Не просто там какая-то второстепенная даже армия, а самая сильная в то время Самые первые цивилизации Вообще Египет, они же хвалились, что они вообще свет цивилизации Что они самая передовая цивилизация Но Бог посрамил их, гордость их посрамил И Египет, конечно, после этого поднимался, но уже он не достигал таких высот И строили пирамиды, конечно, они, но довольно скромные, по сравнению с тем, что было раньше И уже так и не оправился Египет после всех тех потрясений То есть Господь, знаете ли, подрезал жилы этой цивилизации египетской И исход был великим событием С одной стороны, Бог посрамил вот эту цивилизацию гордости, да, вот человеческой И, казалось бы, вот такой передовой страны тогдашней А с другой стороны, Он дал рабам свободу И не только рабам, потому что не только там иудеи, евреи только вышли из Египта Но и вот те неевреи, что поверили Богу Они тоже пошли вслед за Моисеем Тоже пошли вместе с евреями из Египта Да, это как тоже какой-то фильм был По-моему, с Лесли Нильсоном, комедия И там, значит, они побег обсуждают Типа, мы бежим из тюрьмы, вот ты, ты, ты И с нами еще бежит там такой-то, такой-то и такой-то Стоп, а так он же охранник, а ему здесь не нравится, говорит Ну, вот, как бы, вот, наподобие того, что, значит, да Некоторые египтяне, как бы, они, может быть, даже были и не рабами, конечно И были свободными, и, как бы, рабам-то нечего терять, кроме свободы Кроме, извиняюсь, там, цепей, да, рабам-то нечего терять Вот, значит, как бы, не кола, не двора, как правило, у рабата Только койка места и миска супа, там, значит, да Вот, по расписанию макароны, как я вчера там говорил Вот, вот, но, а у египтян, которые покидали Почему среди них ропот начинался среди пришельцев-то, обратили Внимание, да, в Библии, когда исход, не среди евреев начинался Ропот, но евреи потом тоже начинали плакаться, короче Ну, это такая заразная вещь, такая, ропот, очень заразная Вещь, сомнения, всякий ропот, вот, значит, и, но начинался Начинался ропот именно среди пришельцев Обратили, да? Обратите внимание, будете перечитывать Книгу «Исход», именно каждый раз среди пришельцев Вот, а почему? Потому что пришельцам было что терять У них были земли, были, может быть, даже и рабы какие-то Может быть, то есть им было что оставлять, понимаете ли? Вот, как бы, и если рабам особенно нечего было переживать Но потом они, и они начинали там хныкаться Да, смуту, да, вот, среди них начиналось это все Вот, поэтому, чтобы нам не унывать, чтобы нам не ныть, да, значит И, как говорится, сопли не распускать Надо смотреть не на то, что ты оставил, а на то, что ты приобретаешь Не то, что, вперед, забывай сзади и простираешься вперед Вот тогда, да, вместо унылого духа тогда будет, значит, да, нарядная одежда, да, значит Вот, значит, вместо пепла украшения тогда будет Вот, а если вот так вот хныкаться там, да, и смотреть на то, что оставляешь То, конечно, да, беды не оберешься, тогда, значит, и проблем не оберешься Вот, и вообще исход, то, что произошло тогда, вот, 3335 лет назад ровно Апостол Павел писал, что это написано нам в наставлении, достигшем последних веков То есть, он писал коринфянам это, притом, а коринфяне в основном были не евреи вообще Вот, но, то есть, для всех, даже если ты не еврей, не важно Для всех нас, вот, история исхода, это какое-то поучение вообще Это какая-то наука То есть, мы должны понимать, что, как говорится, цыплят по осени считают Что, значит, что, да, можно, можно возлежать, в принципе, часть Да, классно Подушки там все под голову Ноги можно, вот, надеюсь, люк Вот, не, а, кстати, Пасха, она, это сейчас принято, там, за столом сидеть, значит, там, как бы, значит, да В такой, торжественной обстановке, такой, а раньше же было в простоте Вот так бы, просто подушки всякие раскидали, там, одеяло Вот, как бы, и все возлежали, вот, как бы, и пировали, кушали Облокотясь, там, значит, да, на плечо, значит, на руке На соседа Ну, и на соседа, может быть, нет, ну, если в тесноте, то, да, там, как бы, уже на соседа Пятками в другого соседа, значит, да, облокотясь на третьего соседа Не, ну, ну, наверное, как-то, как-то, как селедка в бочке Одним словом, семья, даже если большая, вся умещалась, в принципе, так вот, да Бочком, 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 вот И, ну, Иисус тоже последнюю вечерю свою совершил тогда с учениками Тоже, конечно, там, не за столом же сидели, как бы Ну, конечно, красиво, там, смотрится на картинках, там, на иконах Там, Леонардо да Винчи, там, рисовал тоже, там, стол такой, все там, классно Красиво, но на самом-то деле, все было гораздо проще Прозаичнее, все было просто так, в простоте, так, на полу Кушали, ну, там было, конечно, конечно, такое, наподобие, как татарское Вот это вот, такое чуть возвышение, чуть-чуть Даже не стол, а так, как бы Такой маленький помост, маленькое возвышение совсем Вот, на нее оставилось все, там, тарелки всякие, там, кушание И потом все облокотясье лежали Обычно лицом к тарелкам, вот, лежали, чаще всего, ногами Куда-нибудь там, в сторону, вот так вот Вот, и, в общем-то, так вот, и как бы и пировали в то время Так было принято И, ну, самое-то главное, конечно, не поза, там, да, значит, возлежание, там, значит, там, на перу Самое-то главное, конечно, там, не важно, мы за столом или на полу, там, самое-то главное, чтобы мы это вкушали Рассуждая и о Великом Исходе, вот, вспоминая тот Исход И рассуждая о теле Господнем, теле Христа, уже как новозаветные верующие Вот И вся эта неделя, вообще, она считается опресночной Помните, в Библии Бог сказал, когда, вот, ночь Исхода праздновать, да, вот, ночь выхода, Пасху, Пасха, собственно, Песах И потом неделя опресночных, то есть, ну, как говорится, мацу есть Хрустеть мацой, да, надо Тех, кто кушает мацу, узнаю я по лицу, да, да Не, ну, в общем-то Ой, или как, или гладенько А, ну, как бы, да А, наподобие чипсы, кстати, да Похоже, да Ну, не знаю, кому-то нравится маца, но, в принципе, как бы, так, довольно, как-то, смиренная еда Такая Она без соли Она же без соли, да, просто Да Вот Вот маца, вот, опреснок, вот, просто Вода, вода и мука, все Больше ничего, вот Это маца И, не, ну, есть такая фабричная маца Продается, допустим, там, в Синагогу, где-то там еще В Майкопе, говорят, тоже там где-то продается Еврейский центр есть Ну, как бы, уже не стали заморачиваться Просто самим Раз, пожарите, все Одно удовольствие Вот, и своим отца ломать и кушать Вот И Хлеб и вино – это древнейшие символы вообще, да Вот В Библии И для нас это не просто даже уже символы А для нас После того, как Иисус преломил хлеб, да И дал ученикам, и дал чашу Это уже, как бы, больше, чем просто символы Это уже тело и кровь Иисуса Христа И Тем более, что верующие мы Тоже являемся именно телом Христа И кровь Иисуса в наших жилах течет То есть, это вообще, как бы, это чудо Вообще Великое чудо Строится храм Божий Из живых камней То есть, ну, как живые камни еще Вот А голова церкви То есть, купол, как бы, этого храма Это сам Иисус Христос Да Завершение, как бы, всего Да, вершина всего И основание, фундамент Тоже Иисус Христос Да И весь этот храм Называется телом Христа Храмом Домом Бога То есть, по-разному именуется Но очень красивые такие сравнения Так что, вот Великое чудо Как говорят На Руси раньше говорили Храм Божий Обшит кожей Да А еще говорили Храм не из бревен А храм из ребер То есть, ну, живой человек Смысл такой Что живой человек является Храмом Бога По замыслу Всевышнего Творца Вот именно Нашего Небесного Отца Вот так оно и все И произошло И происходит То есть, человек, который принимает Христа в свое сердце Да, принимает Этот дар Божий Спасение, да Во Христе Жизнь Он становится Вот действительно Живым камнем В этой стройке Тысячелетий уже Два тысячелетия Созидается храм Божий Из живых камней На основании апостолов Написано Пророков И микроугольным камнем Опять-таки Самого Иисуса Христа Все здание Слагается Стройно Все созидается Вот И О причастии О хлебопреломлении Оно по-разному Совершается Вообще Некоторые думают Что можно лишь раз в год Совершать это Причастие Некоторые думают Что раз в месяц Допустим Некоторые думают Раз в неделю Некоторые думают Что каждый день В принципе Это уже не так важно Самое-то важное Чтобы мы Жили Христом Чтобы мы Вкушали Христа То бишь Жили Его жизнью Его телом Являлись И его кровью Чтобы в нас Реальность Этой крови Христа Была Поэтому Здесь Пресным ли Тестом Мы причащаемся Да Или квасным Там Вино Или Просто сок Виноградный Это уже второстепенные вещи На самом деле Вот Не первостепенные Первостепенные Первое Самое основное Это Любовь Это сам Господь Это Знаете Бог в свое время Ломал Мое Представление О причастии Но это Очень хорошая Трансформация Такая Сознание Очень хорошая Ломка Такая Во благо Потому что я Был когда Традиционным Священником Православным То я понимал Так что Причастие Должно быть Только лишь На просфорах И только лишь Красное вино Там Когор И как бы Вот так вот Да И только лишь Вот как бы Там На мощах Там значит Должно быть Все там Ну то есть На В антиминсе На престоле И в самом Престоле мощи Вот как бы Это гарантия Что дух Сходит Освещает Дарь То есть Ну там Я верил В такие странные вещи Сейчас я в это Я уже не верю Конечно Вот Первое Чего отказался От мощи Всяких Там Это ни к чему У нас есть общение С Духом Святым Как бы Достаточно Вот Бесам сказал Нет Они обиделись Конечно Но И ушли И что что Восвоясь Вот Значит Вот Ну да Да Вот Батюшка Да Теперь Общение Только с Духом Святым Ну ладно Ну а потом Постепенно Менялось Представление О причастиях Левопреломлении Вот Потому что Знаете Вот однажды Тогда еще У нас Получается Трое детей Было еще Тогда У нас вообще Шестеро детей Три мальчика Три девочки Вот Тогда мы еще Были молодыми Совсем И у нас еще Только трое было Маленькие И они еще Маленькие были Еще Вот Настя с Колей Они еще Как-то Повзрослее Были А Сима Серафин Был еще Совсем Еще Так Как говорится Голопопик Под стол Пешком Бегал еще Короче Вот Значит И И вот Там А мы Снимали квартиру Недалеко От рынка Купили Всяких Пряников Такой Пакет И Молока Вкусного Там Такого Домашнего Молока Вот И Дети Смотрю Что-то Они С Кухни Мы На кухне С женой А дети Пряники Таскают В комнату И молоко Наливают Таскают Ну как бы И чем-то занимаются Ну как бы Решил проследить Чем-то Увлеклись Там Вот Они там Рассадили Кукол Всяких Медведей Там Всех этих Рассадили У них Короче В причастие Играют Вот Да Настя там Как бы Заводила Руководитель Ну Пастерская Наверное Она Значит Там Все там Организатор Вот Коля Он у нас Был Проповедником Спикером Библии В руках Он что-то Там Пытался Объяснить Что-то Ну классно Библию К фетромарку Держал Ну еще Маленький Совсем Еще Давно Что-то Пытался Речь Сполкать Ну и Серафим Наш Средний Сын Он был Единственным Живым Прихожаном Остальные Все Прихожане Были Кукольные Медвежьи Такие Ну там Много Было Всяких И у них Всех Рассадили Ну и Как бы Я заглянул Спалился Ну и Дети Папа Заходи Тоже С нами Причастие Ну я Ну ладно Ни разу Не был В кукольной Церкви Первый Первый раз Прихожане Такой Понарошку Кукольные Церкви Ну ладно Сел Среди Кукол Медведей Всяких Сижу Ну и Там Что-то Я уж Не помню Жалко Не было Камеры Такие вещи Записывать Интересно Было Короче Коли Что-то Задвинул Речь Вроде Как По теме Что-то Причастие Какие-то Фразы Цитаты Настя Разложила Пряники Молоко Развела Ну и Как бы Вроде Как К причастию Я конечно Понимал Что это Понарошку Не по Настоящему Не по Правде Хотя Понимал Что-то Шевелилось Думаю Что-то Здесь Не то Знаете Стали Раздавали Причастие Ну Вместо Кукол Медведи Конечно Не сами Они пили Там Все Ели Вот Значит Да И самое Трудно Объяснимое До сих пор Хотя Штолк лет Прошло Вот Очень Трудно Объяснимое Для меня Самого Вещь Такая Произошла Тогда Вот Знаете Господь Там Был Он Присутствовал Среди Этих Кукол Медведей Интересно Вот Я пережил Такое Потрясение Вот Я не ожидал Честно Я Думал Просто Подыграть Просто С ними Там Побыть И все Но Я же не серьезно К этому Относился Совсем Вот Это же не церковь В конце концов Но Интересно Вот Настолько Божье Вот это Присутствие Было В тот Момент В том Причастие Я Даже Сколько лет Прошло Уже Много лет До сих пор Вспоминаю И вот Дивдаюсь Знаете Удивляюсь До сих пор Потому что Перед куклами Было стыдно Даже Вот Еще там Короче Потом Думаю Вот это Да Потом уже Рассуждаю Все Прогуливался Думал Молился Думаю Они По детски Рассуждали Как бы По детски Говорили По детски Вроде Причащались Но Вот Бог Среди этого Был В общем Дело Он в этом Как-то Присутствовал В этом Все И Притом Настолько Что Как бы Ну Мою гордость Постромил Бог Как бы Потому что Для меня Это было Все не по Правдушному А для него Это было По правдушному Для Бога Вот Один Словно Вот это Был толчком Для меня Стало Толчком Вот этот Эпизод Вот Пересмотреть Вообще Отношение К причастию Ну Там Конечно Были Другие Еще Эпизоды Еще И до Того Некоторые Были Там Рассказы Всякие Читал Я Интересные Свидетельства Там Один Рассказ В православном Журнале Читал Там Рассказ Назывался Деревенская Дурочка Вот Интересный Очень Рассказ Такой Именно Причастие Там Как раз Вот Ну Там Как бы Там Были Или Не Были Тоже Непонятно Но Там Вроде Пишут Что На Основе Реальных Событий Как бы Вот Там Столетней Давности События Описывается Что Туда Сюда Там Была Такая Ну Было Село Какое-то Там Я Уже Даже Не Помню Где-то В России Село Значит И В селе Жила Дурочка Вот Девочка Уже Взрослая Девушка По всему Да А по уму Совсем Еще Ребенок Дитя И А как раз В 20-е годы Туда Пионерия Комсомолия Все это Такое Пошло Вот И Значит Эта девушка Значит Вот эта Дурочка Значит Ее Мама Ее водила В храм Приобщала К храму И на причастие Водила ее Вот Она Как блаженная Такая Знаете А здесь Она С молодежью Но молодежь Выпивают Закусывают Как бы Как говорится Уже По-комсомольски